Приветствую вас! Вы знаете, первое, наверное, что хотелось бы мне у вас спросить, это то, что вот вы говорите, что как мне на нее воздействовать, да, то есть вы хотите воздействовать на свою дочь, вот, но зачем? Для чего воздействовать на дочь вы хотите? В какой цели вы хотите? То есть вы хотите, чтобы ваша дочь была счастлива? Совершенно это очевидно в таком случае, что нужно смотреть на отношения в вашей семье, на отношения между вами, на отношения дочери с младшим ребенком, вот. И так далее. Все эти вещи, они действительно по-настоящему важны, потому что, как это не парадоксально, но... Все эти факторы влияют на ребенка и мотивируют его на то, чтобы он поступал так, как поступает в данном случае сейчас. Следующий момент заключается в том, что врут дети только тогда, когда не принимают себя. То есть по какой-то причине ваш ребенок не способен принять самого себя, не способен принять свои какие-то желания, не способен принять свои какие-то потребности, не способен... не способна она принимать... принимать саму себя. И вот это, наверное, является самым драматичным во всей этой истории. То, что ребенок не принимает себя, если ребенок не способен принять себя, то, ну, наверное, у него... совершенно точно есть какие-то сложности и сложности именно в семье. Вот. Как сказала Светлана, дубинку не хватает внимания. Все, что она делает, выдумывает болезни и так далее. Это делается для все того же. Для привлечения внимания и для того, чтобы она не была... не была постеместной. Вот. Как бы очень важно, что опять же правильно сказала моя коллега, очень важно то, как вы живете. То есть, важно то, как вы сами обустраиваете свою, к примеру, жизнь. То есть, если вы в реальной жизни, в своей жизни, ну, например, ничем не увлекаетесь или увлекаетесь чем-то, но довольно мало, что и ребенок, соответственно, скорее всего, тоже увлекаться ничем особенно не будет. Вот. Ну, просто потому, что у него нет примера перед глазами. Вот. Если вы, к примеру, постоянно скрываете свои чувства, скрываете свои переживания, скрываете свои эмоции, то и ребенок, скорее всего, будет делать так же просто, потому что у него перед глазами такой пример. Вот. Поэтому, прежде чем возиться на ребенка, вам необходимо посмотреть на себя, на то, как вы организуете свои отношения в семье, на то, что вы делаете в семье, на то, как вы устраиваете отношения в семье, и даете ли вы, соответственно, например, своему ребенку возможность, допустим, заниматься именно тем, чего хочет она. Вот. А то, что она делает сейчас, это протест. Это протестность, это попытка выйти из того негативного, по ее мнению, сценария, в который вы ее загоняете. Она во всем, везде видит и чувствует угрозу. И, конечно, это плохо на ней сказывается. Очень важно, чтобы вы с ней не конфликтовали. Очень важно, чтобы вы с ней старались найти, скорее, общий язык, а не постоянно. Чтобы было у вас противодействие, противоборство и так далее. Вот. И понятно, что это не всегда легко. Понятно, что это бывает сложно, но вам придется это сделать, если вы хотите, действительно, для своей дочери, чего-то позитивного, да, чего-то хорошего, чего-то действительно важного и так далее. Вот. То есть, ответьте себе на вопрос, чего хочу для дочери я, да, что хочу для своей дочери я и чего хочет, собственно говоря, она сама. сама. Вот. Это, пожалуй, очень важный момент. Обратите внимание на то, как вы относитесь к ней и к младшему ребенку. Ибо дети, особенно старшие, очень часто ревнуют младших к своим родителям. Вот. И, кто знает, может быть, вы не смогли избежать этого негативного проявления. Вот. Можно здесь, если это действительно является проблемой, можно здесь порекомендовать почаще оставлять старшую дочь присматриваться младшей. Вот. Освоить принцип амортизации, который вы можете посмотреть в интернете и поисследовать его. Собственно говоря, поддержать свою дочь, что бы она ни делала. Вот. Ну и, вообще, обращаться с ней, по крайней мере, постараться обращаться с ней больше как с своей подругой, как с равным, но не как с ребенком. Вот. Хотя вам это может быть, может быть, будет тяжело, потому что обратите внимание, что вы даже говорите воздействовать. Понимаете? То есть, ну, не надо ни на кого воздействовать. Вот вы на ребенка воздействуете и она сейчас протестует. Вот. Кому от этого хорошо? Никому. Вот. Так что, я полагаю, что вам нужно разобраться в себе, в первую очередь. Вот. Проанализировать свою атмосферу в семье. Вот. Поиграть в игру чувства. Кстати, я рекомендую вам это сделать, потому что это очень хорошая игра. Просто садитесь напротив друг друга. Вот. И спрашивайте, точнее, записывайте, вставляйте список того, что каждый из членов вас об этом не думает и чувствует. Вот. Можете даже составить какие-нибудь, ну, к примеру, типовые ситуации, чтобы было легче. Ну, вообще, к этой игре можно привлекать всех членов семьи, которые хотят это делать. Вот. Возможно, ваша дочь старшая не сразу захочет этим заниматься, она отнесется к этому, ну, как-то может быть, с недоверием. Вот. Но, как показывает практика, да, в силу того, что подростки отчаянно нуждаются к своей принадлежности группе, то ее, так или иначе, косвенное участие в игре, ну, вот, в том числе и в данной игре, оно неизбежно. Вот так вот сможете узнать, что дочь делает. Вот. Обязательно поизвечайте, поисследуйте, что ей интересно. Обязательно поисследуйте, что ей нравится, то, чем она занимается. Разделите ее интерес. Займитесь тем же, попросите ее, чтобы она вас научила. Вот. Если это что-то совсем такое для вас недостижимое, то постарайтесь расспрашивать ее об этом. Вот. И так далее. То есть я уверен, что, ну, она уже достаточно женщина, да, чтобы вы ее, как бы, как бы, понимали. Чтобы вы ее понимали, чтобы вы ее чувствовали. Вот. И я уверен, что общие темы у вас найдут. Если вы только будете учитывать, ну, все вот молодежные тенденции, которые имеют место быть сейчас. И отпустите на время хотя бы свои стереотипы, ну, свои привычные стереотипы, которые вы, возможно, сейчас руководствуете. Вот. Потому что это на пользу, опять же, не идет никому. Вот. К, ну, к сожалению. Вот. Это никому не идет на пользу. Вот. Поэтому я рекомендую вам именно так к этой ситуации относиться. Я рекомендую вам именно так данную ситуацию воспринимать. Вот. И, соответственно, вы увидите улучшение. Нам важно именно почувствовать вашему ребенку, что она что-то значит, что она важна, что она на равных с, ну, с другими, что ею интересуется, что к ней прислушиваются и так далее. Вот. Это, пожалуй, одно из самых важных моментов. Вот. Ну, без детального анализа вашей семьи и вашей модели поведения, да, и без детального анализа того, что вы вынесли из своей семьи. Вот. Сложно будет бы рекомендовать что-то более конкретное, но, тем не менее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.